Глаукома Кандидатом медицинских наук Офтальмологом клиники Неармедик Андреем Альбертовичем Федотовым Здравствуйте, Андрей Альбертович Добрый день Я предлагаю сразу поговорить С очень актуальной для многих людей Проблемой, это глаукома В клинике Неармедик Есть возможность Оперативного вмешательства и лечения Расскажите, пожалуйста, о хирургии глаукомы Да, действительно, глаукома Одна из самых опасных для зрения Болезней, которая, к сожалению Достаточно широко ровстряна И приводит к невозвратимой слепоте Для того, чтобы оказать помощь Данной группе пациентов У нас есть все необходимое Начиная от высокотехнологичной диагностики И кончая возможностями Хирургического лечения В основе хирургии глаукома Лежит задача Снижения внутриглазного давления За счет улучшения Оттока внутриглазной жидкости Для решения этой задачи разработано Очень много методов В последнее время широкое распространение Получили два направления В лечении глаукомой Прежде всего, это непроникающие операции Которые сопряжены С минимальной хирургической травмой И обладают Очень малым количеством осложнений Чем они привлекательны И вторая группа Или направление хирургии глаукомы Это хирургии с использованием дренажей Имплантов И систем клапанных Которые эффективно снижают Треглазное давление Держат ее на задном уровне Но требуют несколько большей Хирургической травмы И после операционного лечения Все эти методы хирургии глаукомы У нас реализованы При этом Вы сейчас упомянули Точную диагностику Какие методы диагностики Используются Вами При осмотре пациентов Ну, наряду с рутинными методами диагностики Которые широко известны Это исследование зрительных функций Исследование траглазного давления Мы применяем оптическую Когерентную томографию Сетчатку и дискозрительных нервов Имеющиеся у нас устройства Позволяют выполнить исследование На крайне высоком уровне И оценить состояние ткани глазного дна На этапах, когда еще Симптомы зрительного расстройства Не проявляются у пациентов Что особенно ценно В плане организации наблюдений За этими больными Организации мониторинга И назначения своевременного лечения Программа скрининга и мониторинга Для широкого зрителя Не совсем понятные слова Расскажите, пожалуйста, о том Что это за программа Слово скрининг – это отбор Поэтому в основе скринингных методик Лежит два принципа Это массовость И применение точных методов Выявления определенных групп пациентов Для выявления пациентов Злукомы мы используем Комплекс методов Включающих измерение Дреглазного давления Исследование зрительных функций И оптическую когерентную томографию Как я говорил ранее И применение этого метода Позволяет заподозрить И выявить заболевание На очень ранних стадиях Предшествующее даже Наступление зрительных расстройств В целом, рассказать Если о глаукоме Ее истоки Этой болезни Причины этого заболевания Какие вообще Категории людей Скажем так Предрасположены К этому заболеванию То есть вот общую информацию Как у себя выявить Первые признаки Как понять, что Вопрос о происхождении И причины глаукомы Стоит, пожалуй, с момента Собственной формулировки Обнаружения Или констатации Этого заболевания До сих пор, к сожалению Мы не знаем точных причин Развития этого заболевания Поэтому мы основываемся На парадигме Мультифакториального заболевания То есть многофакторного Какие же факторы Наиболее значимы? Ну, пожалуй, прежде всего Это генетика То есть если у пациента Родственники Болели глаукомой То процентов 40 Вероятность этого заболевания Имеет место быть Второй фактор Это возраст Чаще всего Простая открытоугольная глаукома Развивается после 40 лет Утяжеляет течение Этого заболевания Это сосудистые заболевания Гипертония, атеросклероз Это болезни Обмена веществ Сахарный диабет Ну и другая патология Связана с системными нарушениями Они утяжеляют течение заболевания А в причинах Это остается Вот именно Эти два фактора Наследственность и возраст Но что это касается Простой открытоугольный глауком Есть одна разновидность глаукома Закрытоугольная Которая, к сожалению Течет совершенно по-другому Сопровождается развитием Появлением острых приступов И там тактика Лечения и выявления Совершенно другая Так вот Как выявить Как заподозрить глаукома Прежде всего надо Выяснить Есть ли у вас У родственников Больные пациенты С глаукома И после 40 лет Как минимум Один раз в год Посещать врача Других Возможностей Самому выявить Изоподозрить глаукома К сожалению Не существует В частности Вы проводите Бесплатные лекции Для своих пациентов На которых Они могут задать вопросы И о диагностике И о том Каким образом Заметить у себя Какие-то первые нарушения Что это за бесплатные лекции Как на них попасть О чем вы там рассказываете Да Дело в том Что победить болезнь Возможно только При участии двух сторон Это врача и пациента Поэтому Основной задачей Курса лекции Ну и при глаукоме В частности Является повысить Осознание Грамотность Пациентов Об этом заболевании Как себя вести И как достичь В общем-то Успеха в лечении Это тяжелое заболевание Самое главное В взаимоотношении Медицины и пациента Ведь В чем особенность Этого заболевания То, что пациенту Мы назначаем капли Он их капает А непосредственно Улитворение он не получает Он не видит Существенной разницы В зрении Потому что Самое главное Это понять Что лечение Назначено Для сохранения Зрительных функций Не цель их улучшения Для сохранения Вот это понимание Мы пытаемся В своих лекциях Обязательно Донести До слушателя Ну Лекции Достаточно Наполнены В том числе И непосредственными Беседами С конкретными пациентами Ответы на их вопросы И В общем-то Удается достичь Определенного Комплаенс Как говоря Сейчас В наших кругах Или понимания Чаще всего С какими вопросами Приходят Наверняка Есть какие-то Самые распространенные Вопросы Которые обязательно Каждой лекции задают Ну Прежде всего Это Какие группы препаратов Лучше всего Помогают При этом Заболевании А также Как построить Свою жизнь С учетом Вот Выявленной Этой патологии Конечно Тут много Есть Вопросов Сложных Которые требуют Доработки В каждом Конкретном случае Но Работать надо В этом направлении Надо строить Структуру Надо строить Когда я всегда Говорю пациентам Стратегию Тактику Лечения Этого заболевания Надо понимать Что это пожизненно А пожизненно Значит наша задача Сохранить зрение В частности В рамках этой лекции Человек может Понять Осознать Нужен ли ему Дополнительный осмотр И прийти к вам На консультацию Мы широко Открыты Именно Для Этой группы Пациентов Понимая Всю социальную Значимость Этой патологии Мало того Мы Осознаем Что Этой патологии Подвержены Наиболее Незащищенные Слои Нашего общества Это пожилые пациенты Это пенсионеры Которым Порой Сложно Сопоставить Свои возможности С назначенным Лечением Это тоже Не секрет Что такой момент Есть Поэтому Собственно У нас и есть Комплекс услуг Для лечения Этой патологии Включая Выско-технологичную Диагностику Лечения И хирургию Порой При невозможности Приобрести каплю Мы Мы вынуждены Прилагать Пациентам Гипотензивные Хирургические Помешательства Своевременно Действительно По нашим Пациент Патологии Этой патологии Этой патологии Достаточно Травматично Требуют Госпитализации Так вот В последнее время Мы Используем Интубационные Методики Связанные Со стентированием Слезных путей Применение Вот этих стентов Позволяет Амбулаторно Практически Без Каких-либо Разрезов Под небольшое Место анестезии Устранить Стойкое Слезотечение Которое Беспокоило Человека Много лет Стенты Прекрасно Ведут себя Полости Слезного мешка И Слезоносовом Канале Косметически Совершенно Незаметны И с момента Установки Сразу начинают Выполнять Свою функцию И вы единственная Клиника В Рязани Которая оказывает Вот именно Эту услугу Ну у меня нет Достоверной информации Что где-то Выполняется Стентирование Слезных путей В клинике Неармедик Вообще Очень большое Внимание Уделяется Лечению Глазных болезней Даже существует Целое отделение Если я правильно Понимаю Да Буквально Несколько Месяцев назад Оторганизовано Офтальмологическое отделение В составе Нескольких Врачей И руководство Поставило нам Достаточно Широкий круг Задач Мы лечим Пациента От нуля И до Последнего Возраста То есть У нас Большое Внимание Уделено И лечению Детей Прежде всего Это проведение Диспансеризации Наши детские Офтальмологи Подготовлены В плане Ведения Детей До Года Детская служба Включает в себя Полный спектр Оптической коррекции За исключением Контактных Линз Сложной конструкции Лечение Взрослого Контингента У нас Сопряжено Со всем спектром Высокотехнологичной Диагностики Хирургии И мы В общем-то Как я уже упоминал Широко используем Прием пациентов По ОМС Этот немаловажный момент Стоит обратить На него Особое внимание Спасибо Андрей Альбертович За Крайне Познавательную И Простым языком Рассказанную Информацию До свидания До свидания Ждем вас В клинике Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова